Приветствую вас, знаете, ну, надо сказать, что я совершенно не удивлён тому, что вы боитесь терять своих близких хрома того, что никто не рад в такой перспективе, вот, а вы ещё и явно травмировали смерть отца, явно его не отпустили, но то, что самое, пожалуй, и печальнее в этой ситуации, то, что вы не являетесь самостоятельными, что вы очень сильны, что вы напрочь зависите от окружающих вас людей, в частности, от своих близких вероятно, и, наверное, это и является самой большой вашей проблемой, то есть проблема, когда заключается именно в том, что вы очень сильно зависите от своих близких, и без них вообще не можете, но вы сами, в принципе, не станете самостоятельными, и в этом заключается ваша стройка, что если бы вы были более самостоятельными, если бы вы больше полагались на себя, то был бы вам, соответственно, гораздо легче, так вот, стать складываться таким вот образом крайне неприятным. Да, конечно, в первую очередь. Что здесь можно, в принципе, сделать? Ну, во-первых, как собираюсь обращаться над вашей самостоятельностью, да, учиться, учиться полагаться на себя, и только на себя, и больше ни на кого, вот, жить своими целями, жить своими желаниями, жить своими ориентирами, своими ценностями, сформировать свою систему ценностей, вот. Может быть, работать над личными границами, чтобы четко отделять себя от других людей, чем сейчас у вас, тоже, на мой взгляд, серьезные проблемы. Вот. Ну и где-то вот, где-то вот на пути по этим вещам вы и будете чувствовать себя лучше, на пути к этим вещам вы будете чувствовать свободу, и однажды сможете воспринимать потери близких, к сожалению, неизбежные потери близких, как что-то естественное, как что-то. Нормально, неприятно, безусловно, безусловно, далеко не самое радостное событие в жизни человека, но тем не менее естественное. Вот. Возможно, это только возможно, но я бы рад был ошибаться, но, скорее всего, я не ошибаюсь, вам необходимо отпустить свой WhatsApp, да, чтобы, то есть вот, ну, чтобы вам помочь пережить, вот, потерю WhatsApp, отпустить его, вот. Ага, потому что, явно, явно, явно вы до сих пор вот живете как-то вот им, да, явно вы до сих пор живете с вами папой, до сих пор вы его не отпустили, вот, и, соответственно, это вас, вне всякого сомнения, вас это тяготит, тяготит, тяготит. Да, дает себе такой достаточно серьезный барьер, серьезные препятствия на птицы самостоятельно, чтобы кем-то становиться, чтобы что-то делать, чтобы с кем-то стать, вот, и так далее. И в общем и целом, мне кажется, мне кажется, что в этом, собственно, вам нужна помощь психологам. Вот, ну, не только в этом, конечно, не только в этом. Помощь психологам вам нужна в многих, к сожалению, вещах. Вот, в частности, в частности, это касается вашего личностного роста и так далее. Вот, опять же, ну, при условии, если вы этого сами хотите, если вы этого не хотите, вот, то говорить тут особо и не о чем в таком случае. Вот, просто потому что тогда у вас не будет какой-либо серьезной мотивации для этого, чтобы в своей жизни что-то менять. Вот, вот, в принципе, такой ответ я мог бы вам дать. Я надеюсь, что для вас это было как минимум полезно. Надеюсь, что для вас это было как минимум полезно. Вот, если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его отменку качества и лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...